Про чеченский не митинг давайте, я вам расскажу. Вы же помните, была такая классная история, когда во времена вот этих событий в Бирме, которые действительно, судя по всему, были геноцидом мусульманского населения, там их резали, и была такая волна возмущения по всему миру, ну, как это отдельное возмущение возникло почему-то в Чеченской республике. Оно, кстати говоря, возникло, а потом точно так же пропало. Вот они заявление делали, что, значит, мы поедем даже воевать в эту Бирму, захватим ее, уничтожим. Снова так вот они пооскорблялись, провозмущались, а потом куда-то это все пропало. Ну, видимо, Министерство иностранных дел сказал, или Кремль сказал, что, значит, успокойтесь, это не ваше дело. Но в рамках этого всего был же потрясающий эпизод. Внезапный, спонтанный митинг около посольства в Москве, которое инициировало как раз руководство Чеченской республики, сказав, что давайте все мусульмане, по-моему, это было руководство Чеченской республики, давайте, мусульмане, идите к посольству Бирмы, протестуйте. И там был совершенно потрясающий митинг. Давайте, чтобы просто вы вспомнили, посмотрим 32 секунды оттуда. - Победа, подпишитесь, пожалуйста, «Министерство иностранных дел»! — Унисти террористы! — Унисти террористы! — Унисти террористы! — Ну, как по-вашему, похоже это на митинг? Ну, весьма похоже. Люди скандируют, что-то говорят. И даже полицейские морут, граждане расходимся. Вот я оговорюсь. Я... Вне контекста того, что они обсуждали на митинге, у них есть полное право это делать. Эти люди, мусульмане, чеченцы, дагестанцы, кто угодно, имеют полное право подавать заявку и сразу выходить на митинг. Вот в этом случае никакой там заявки не было. И для российского законодательства это типичная несанкционированная акция. Но, с моей точки зрения, у них есть полное право. Они могут прийти, желательно не перегораживая проезжую часть, и выступать со своими протестами. Но нам же интересно, потому что мы это сравниваем с собой. Вот смотрите, в центре города перегородили улицу, полиция им кричит, они ее не слушаются. И вообще ни задержание, ничего, все чинно благородно. А меня просто за вот эту передачу сажают на 25-30 суток. Поэтому мы написали в прокуратуру. Алло, прокуратура, а вы объясните нам, а как вам вообще такое может случиться? Что нас все время сажают за это, а здесь вообще ничего не происходит. И получили на днях мы ответ из прокуратуры фантастически. Потрясающе. Сейчас я вам покажу на полный экран. Они сообщают нам, что это был не митинг, потому что здесь даже уведомления на митинг не подавали. Поэтому, собственно говоря, и не было ни митинга, ни нарушения общественного порядка, и вообще ничего не было. И митинг является митингом только в случае, если подается уведомление. То есть, если бы я без подачи уведомления призывал вас приходить на улицу Тверскую, то вообще не было бы проблем. Никого бы из нас не задержали, и прокуратура вот именно так бы на это отреагировала. То есть, видите, ну какие мерзкие, наглые жулики. Ну соврали бы что-то другое. Ну сказали, ну да, было несанкционированное, мы считаем, что это было несанкционированное мероприятие, но оно закончилось без всяких последствий. И поэтому, ну и ладно. В общем, как они и должны сказать. Я не вижу никаких проблем. В чем последствия? Ну пробка была, хорошо, пробка. Но они ничего не сожгли, никого не убили, покричали. Выглядело это, честно говоря, не очень так вот для обычного москвича, который идет. Но никто не умер от этого. И не нужно там никого задерживать и не сажать. Ну так бы и написали нам. Но какие же лживые мошенники. Это же прокуратура. Про которую прямо сейчас мэрия Москвы говорит. Навальный, если ты будешь призывать, мы на тебя пожалуемся в прокуратуру. Ну так прокуратура. Тогда получается вообще все окей. В чем ко мне претензии? Ну только вы посмотрите, что завтра эта же прокуратура лживая, отвратительная, будет мне выпускать предостережение. Не имеешь права ты, Алексей, делать вот это, а если ты выйдешь на улицу все-таки 28-го, мы предпринимем к тебе соответствующие меры. Вот предпринимайте ко мне соответствующие меры, но я не прекращу этого делать, потому что я не хочу жить в стране, где вот такое происходит, где просто очевидно есть люди двух сортов. Одним можно все, Кадыров решил провести митинг, пожалуйста, проводи без всего. А если вы вот против коррупции или против того, что не допускают кадетов на выборах, против этой фальшивки, вам мы все запретим. Вы вообще здесь не люди, вы никто. истов у меняめ, там, я мой идет, ты кто. Ольга.